Этот двор во втором Иркутске. Здесь уже несколько лет живет стая собак. Они рожают здесь потомство. И вот вновь щенки. Она когда ощенилась, кто-то у нее щенков забрал. И она оттуда ушла. Теперь вот она пришла сюда, вот в наш район. Она уже здесь у нас тут был. Мы ее, значит, кормим. Теперь она вот пристроилась здесь на шпачек, а во дворе живет. Щенков у нее забрали, она опять вот ощенилась. Щенков у нее забрали. Она осталась опять одна. Мы вот ее хотим все стерилизовать, чтобы она больше не плодомосилась. Людмила Рыженкова говорит, что неоднократно обращалась за помощью к чиновникам. Просили животных стерилизовать, но ответа так и не получили. Это очень острая проблема. И она очень давно. И обращались мы в нашу администрацию, Ленинского района, наша администрация. И толку никакого нету. Они даже не отвечают. Даже на заявки, которые я вот лично писала, я заявку в начале мая относила им туда. Они даже до сих пор никакого ответа не дали. Никакого. А это уже предместье Марата. Здесь за дворнягами ухаживает человек с говорящей фамилией. Филипп Помогайба лично кормит бездомных дважды в день. Иногда ему помогают заботливые соседи. Точное количество животных подсчитать невозможно. Выживают, конечно же, не все. Жестокое обращение с животными, к сожалению, для Иркутска и конкретно для этого района не редкость. Здесь четыре штуки было собаки. Потом не знаю, кто говорит, что их застрелили, кто говорит, что их увезли куда-то, чтобы они здесь не тусовались. А потом появилась вот эта черная на нашу улицу прибегать стала. Видать, отсюда шуганули ее. Может, не убили, может, не увезли. Появилась одна, потом вторая пестрая появилась. Потом одна из этих, не знаю кто, ну не слежу просто-напросто. Вижу, что собаки бегают. Появилась еще одна, по-моему, ребенок, потому что она с маленьких лет начала бегать. Проблема бездомных животных стоит в Иркутске, да и по всей области очень остро. Несколько месяцев отлов практически не осуществляется. Подрядчики не выходили на осуществление работы за низкой цены. Весной цены на отлов кошек и собак повысили почти в два раза. Теперь, кроме осмотра ветеринарам, вакцинации, стерилизации, в стоимость включены ведение видеозаписи отлова, возврат бездомных животных и поиск новых хозяев, в том числе через интернет. Также учли и содержание агрессивных животных, которых нельзя возвращать на улицу. Сейчас работы ведет компания «Пять звезд». Чтобы исключить жестокое обращение отловщиков с животными и чтобы было добросовестное исполнение контракта на отлове, должен присутствовать представитель комитета городского обустройства. Он ведет видеозапись и затем отслеживает по фотоотчетам проведенную работу. Служба ветеринарии Иркутской области и мы, город Иркутск, совместно проводим мониторинг. Мониторинг мы теперь проводим новый, разработанный, взяв методику Нижегородской области, потому что у них по России они занимают первое место по количеству животных. Они как бы исчислили, но сделали его меньше. Поэтому я думаю, что этот мониторинг нам новый очень поможет. В плане того, что будет выделено больше денег на отлов и содержание животных. На сегодняшний день, на год, получается, по старому мониторингу Иркутской области, денег выделено на 1345 собак. Ну, как бы этого, конечно, недостаточно. Сейчас отловщики компании «Пять звезд» отловили более 100 животных. Им должны провести вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. Всего же в областном центре по предварительным подсчетам около 2000 бездомных животных. Александр Гаврилов, Наталья Ветрова и Александр Пахомов. Айс ТВ.